День открытых дверей на пищеблоке Медфуда. После ремонта производственное помещение комбината питания заметно преобразились. В этом лично убедились представители окружной больницы, департаменты здравоохранения, депутаты и другие заинтересованные лица. Подробнее расскажет Ирина Нижалова. На этом стенде находятся фотографии, рассказывающие о том, как выглядел пищеблок до реконструкции. Фотографии позволяют делегации получить представление о том, как изменились производственные помещения комбината питания после ремонта. Гендиректор московской компании Медфуд проводит экскурсию по пищеблоку и рассказывает о нововведениях. В данное время мы попали в тот процесс, когда происходит формирование индивидуальной операционной системы для доставки в лечебные учреждения. Как этой больницы, так и еще двух лечебных учреждений, которые вы знаете. В чем отличие как раз того, что предлагают другие организации, мы делаем возможность пациенту получать не то, что раньше было там, да, посуду, чтобы положили отдельно для каждого, а для каждого пациента будет доставлено питание именно по его диете, именно под его, можно сказать, заказ, именно для него. То есть, третьи лица, четвертый, пятый к его порции никогда не прикоснутся. По словам Станислава Михалева, каждое учреждение, находящееся на аутсорсинге, оставляет за собой право выбора доставки продуктов питания. В топ-диспансер и дом престарелых еду привозят, как и прежде, в специальных тормозах. Пациентам окружной больницы пищу доставляют в ланчбоксах. В Наринмаре комбинат питания готовит пищу почти для 400 человек, но масштабы могут быть и больше. По словам гендиректора компании, площадь пищеблока позволяет организовать питание для 1200 человек. Люди, чтобы показать, какие-то работы были выполнены, а показать новый способ представления лечебного питания на территории вашего округа. До больного теперь не будут никакие доходить ведра, где раскладывается, ну не знаю, не буду говорить, что было до этого, не знаю, что и в каких количествах тарелки пациенту. То есть, пациент будет получать именно то, что он должен получить. То есть, весь процесс приготовления и формирования его рациона происходит на нашем предприятии. И, соответственно, то, что мы сделаем здесь, доходит только до пациента, минуя всех лиц, которые раньше были к этому сопряжены. Это раздачица, это формирование тех тарелок буфетчицами, которые были раньше. Теперь пациент будет получать то, что приготовлено здесь. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал Север.